Если ты хочешь, чтобы с девушкой у вас всё было относительно хорошо, чтобы вы были вместе, чтобы она слушала тебя, чтобы ты был для неё авторитетом, да, нужно обязательно сделать так, чтобы её общение с подругами было минимальным. Более того, если ты видишь, что какая-то её подруга имеет склонность к аморальному поведению, да, так скажем, которая прыгает по членам, которая там ходит по дискотекам там с татухами, бухает, курит и так далее. То есть нужно постараться отгородить твою девушку от таких подруг. Потому что знаю по опыту множество-множество мужчин, по своему опыту, что когда у девушки есть какая-то не совсем адекватная подруга, и она к ней в любом случае будет прислушиваться. А советы подруг мы все с вами знаем, что они значат. Любая подруга, несознательно, опять же, исходя из своей природы, практически любая будет настраивать твою девушку против тебя. Будет давать такие советы, чтобы эта подруга осталась в итоге одна. Чтобы твоя девушка тебя бросила, чтобы она вела себя как можно более нагло, как можно более стервозно, как можно более манипулятивно с тобой. Чтобы в конечном итоге вы расстались. Потому что любая девушка, она, это исходит из конкуренции между ними. Она даже несознательно будет так делать. Я сколько раз видел подобные примеры. Примеры того, как девушки абсолютно на любую ситуацию начинают говорить, ты что расставайся с ним. Да, не позволяй ему такого. Цени там себя. Ну и там прочие вещи. Я не говорю, что ценить себя плохо. Я говорю, что по советам подруг нужно абсолютно любую ссору, любой повод свести к расставанию. Иначе никак. Такова суть подружек. Женской дружбы не бывает, запомните. Так же я видел даже со своими бывшими. Ну, по крайней мере, одну я точно могу вспомнить. Когда девчонка скромная, нежная, там, милая такая, воспитанная, да, вроде бы там, неиспорченная. Мы начинаем встречаться, да. И в это же время она связывается с пафосной такой подругой, которая там вся такая прожженная стерва. И я там, ну, это было очень давно, уже, получается, пять лет назад, где-то вот так вот. Вот. Когда она начинает с этой стервой общаться, начинают там гулять, вместе проводить время, переписываться. И она слушает эту подругу, даже пусть подруга ей даже и не советует, а просто она с ней находится. Она с ней общается. И вот эта стерва начинает транслировать то, как себя надо вести в отношении с мужчинами. И несознательно, даже не хотя этого, твоя девушка начнет аналогичным образом себя вести с тобой. Поэтому постарайся как можно сделать больше усилий для того, чтобы твоя девушка не общалась с такой подругой. То есть, ну, в идеале, конечно, чтобы там у нее вообще не было подруг, да. Вот. Если и были подруги, то в отношениях. Желательно там с какой-то там патриархальной семьи. Но это, я говорю, в идеале, да. Вот. Но в любом случае попадет твоя девушка в женский коллектив. Большая вероятность, что ты ее не узнаешь через годик-другой. Начнет она общаться с какой-то неадекватной подругой. Не дай бог там они будут ходить там на дискотеке, да. Если ты олень и отпускаешь девушку на дискотеку. Ну, это просто дно ты полнейшее. Какие могут быть отношения? Запомните одно. Подруга хорошего не посоветует. Эти подруги сами готовы отбить. Если подруга особенно одинокая, это просто жесть. Она будет постоянно делать и твою девушку одинокой, чтобы она не общалась ни с кем. Она будет делать так, чтобы и твоя девушка пережила расставание, чтобы она сделала все, чтобы ваши отношения развалились. Такова участь любой подруги, особенно одинокой. Сколько примеров, когда подруги занимаются сексом с парнем своей подруги, да. Когда они там подкатывают, когда и прочие вещи. Значит, это я говорю о женской дружбе. Вот, допустим, я бы не стал заниматься там сексом с девушкой-другой. Я бы, конечно, ну, я бы не стал заводить там отношения. А у подруг это только так. Вот. Ну, это такое коротенькое видео рассуждения на тему советов подруг. Напишите в комментариях, если вы согласны со мной. Увидимся.